Пентагон 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 первая гусеница с обрезиненной беговой дорожкой. И случай, вообще беспрецедентный в мировом танкостроении. Бронированную машину, словно самолет, во время испытаний помещает в аэродинамическую трубу. С ее помощью специалисты пытались понять, как уменьшить попадание пыли в двигатель и некоторые другие аспекты. Сегодня мы можем впервые показать эти редчайшие кадры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вспоминаю, как мы приехали с танком в ЦАГе, в аэродинамическую трубу. Сбежавшиеся ученые там и специалисты спрашивали все время нас, чего вы привезли танк-то к нам? Он что, у вас летающий? Да летающий, мы говорили, шутя. Результаты продувки позволили втрое снизить содержание пыли при входе в воздухоочиститель. В результате Т-80 получил эксклюзивную систему очистки воздуха, улавливающую 97% тонн. В отличие от американского Абрамса, она практически не требует специального обслуживания и не имеет барьерных фильтров. Опыт применения американских танков Абрамс в условиях пустыни, он был очень печален. У них одновременно вышло из строя около 300 единиц Абрамсов, при том самых современных. В КВ Петрово продолжают совершенствовать машину, и через два месяца в войска поступает новая модификация танк Т-80Б. Новая 80-ка получила более мощное орудие и уникальный комплекс управляемого вооружения Кобра, уничтожающий цель ракетой на расстоянии 4 километров. Вот так выглядит противотанковая управляемая ракета комплекса управляемого вооружения Кобра. Противотанковая управляемая ракета предназначена для поражения танков и вертолетов огневой поддержки противника. Принцип управления ракетой очень прост. Достаточно наводчику-оператору на несколько секунд зафиксировать цель, и по радиочастоте ракета ее поражает на дальностях до 4 километров. 1985 год стал звездным часом конструкторов танкового КБ Кировского завода. Началось серийное производство самой мощной модификации 80-ки Д-80У. Двигатель Т-80У, ставший на четверть мощнее, позволил танку развивать скорость до 80 километров в час. По боевой эффективности танк Т-80У стал одним из лучших в мире. Неудивительно, что западные спецслужбы начали на него настоящую охоту. В начале 90-х, когда в стране продавалось все, эти усилия увенчались успехом. 10 декабря 1992 года. Директору службы внешней разведки Российской Федерации. Совершенно секретно. Согласно оперативным сведениям, танк Т-80У, закупленный Либерией в России, может быть поставлен в одно из государств членов блока НАТО. С наибольшей долей вероятности, таким государством будет Великобритания. Начальник первого главного управления службы внешней разведки Российской Федерации. Обстоятельствами этой скандальной сделки занялось контрольное управление при президенте Российской Федерации. Выяснилось, что танк был продан заказчику с полным боекомплектом. Информация стала известна высшему руководству страны. Держать далее в секрете то, что стало известно всему миру, не имело смысла. В феврале 1993 года Т-80У впервые предстал на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. В Эмиратах наш танк произвел настоящий фурор. Кстати, именно там он получил свое неофициальное прозвище «Летающий танк». А в 1997 году на международной выставке в Абу-Даби «Восьмидесятка» подтвердила свои уникальные характеристики, поставив абсолютный мировой рекорд по прыжкам с трамплина – 13 метров. Кстати, рожденный ползать летает не зря. Это один из способов ведения современного маневренного боя, где скорость и подвижность дают шанс выйти победителем. Танк в полете – зрелище захватывающего. Когда стальная махина на полном ходу взлетает в воздух, кажется, что после приземления экипаж просто не может остаться в живых. Но Т-80 приземляется мягко, а перегрузки остаются в пределах нормы, благодаря специальным подвескам сидений. На зарубежных выставках вооружений восхищение специалистов неизменно вызывало и то, как «Восьмидесятка» на огромной скорости буквально скользит по неровностям трассы, удерживая прицел на скорости 30 км в час. 31 декабря 1994 года. Печально известный новогодний штурм Грозного. Первым в город вошел знаменитый шаленский танковый полк. Боевики подожгли головную и замыкающую машины. Лишенные возможности маневра в узких кварталах без поддержки пехоты, Т-80 были расстреляны в упор. Заправленные авиационным керосином, танки горели, как спички. Позже выяснилось, что на большинстве машин отсутствовала динамическая защита. После трагического боя министр обороны Грачев потребовал убрать газотурбинные танки из армии. Николаю Попову стоило большого труда убедить министра в том, что виноват не танк, а непродуманное руководство операцией. Был у меня эпизод, личный пример. В Чечне машина в бою была выведена из строя, двигатель полетел. Мы украли танк, в запасной район, экипажем. При помощи товарищей за 47 минут мы поменяли двигатель, потому что он стоит моноблоком, меняется оперативно. И через час машина пошла в бой. 5 декабря 1996 года. Пентагон, начальник у штаба сухопутных войск армии США. Совершенно секретно. По заключению экспертов, русские танки Т-80У практически неуязвимы во фронтальной проекции. Более того, они смогут противостоять нашим перспективным 140-мм танковым пушкам. Начальник аналитического отдела Министерства обороны США. Такие качества Т-80У обеспечила встроенная динамическая защита, а также скрадывающие контуры камуфлирующей окраской. Она затрудняет противнику прицеливание и делает машину менее заметной для радиолокатов. Эта технология на Западе получила название «Стелс». Защиту танка усиливает система постановки дымовых завес с характерным названием «Туча». Система управления огнем также имеет все необходимые современные устройства, позволяющие оценивать и состояние погоды, и температуру воздуха, и состояние канала ствола, другие составляющие, которые определяют точность попадания снаряда в цель. Позже именно на Т-80У были испытаны не имеющие аналогов в мире системы активной защиты «Дрост» и «Арена», способные отражать на подлёте к танку любые типы снарядов противника. В боекомплект танка Т-80 входит бронебойно-подкалиберный снаряд для поражения танков противника, осколочно-фугасный снаряд для уничтожения живой силы и лёгкобронированных целей, кумулятивный снаряд для поражения бронеобъектов противника, а также противотанковые управляемые ракеты. Кипаш, к бою! Барри-10, я Барри-14, как слышно меня, приём! Барри-14, я Барри-10, как слышно меня, приём! Барри-14, я Барри-10, приказываю атакой схода уничтожить танки и пехоту противника в районе Пушки-Леса. Высота беззелённая! Приём! 32-0, танка купит 1200, сходу и вы! Барри-14, барри-14, конструкторам удалось ликвидировать и главный недостаток газотурбинного двигателя – высокий расход топлива. Это изобретение стало ноу-хау российских танкостроителей. Там, с точки зрения работы в охранении, в засаде, что ли, вот это важный вопрос, понимаете, так? Потому что на Т-80У, кроме основного газотурбинного двигателя, поставлен маленький энергоузел. Газотурбинный тоже. Но он ест топливо меньше. Т-80У первым из былых машин получил тепловизор – лазерный комплекс управляемого вооружения, предмет зависти западных танкистов. Не случайно на базе этой модификации 80-ки был создан новейший танк «Черный Орел», который сегодня проходит испытания. 8 июня 1993 года. Москва, Кремль, указ президента Российской Федерации. За разработку новых технических решений и внедрения танка Т-80У в серийное производство наградить Государственной премией Российской Федерации в области науки и техники генерального конструктора акционерного общества «Спецмаш» Николая Сергеевича Попома, президент России Борис Фельдсин. Сегодня уже ставшие легендой танки Т-80 стоят на вооружении стран мира. Российский танк стал для многих из них основой национальной безопасности. Так в Южной Корее рассчитывают одним видом грозных Т-80У предостеречь северных соседей, обладающих мощным военным потенциалом от непродуманных действий. Танк этот очень, я бы сказал, подвержен новациям. Очень подвержен вот такому пронзительному питерскому интеллигентному влиянию. В него вложено столько интеллекта, в нем столько потенции еще, что он многие-многие годы еще будет удивлять и войска, и удивлять весь бронетанковый мир. Летом 2002 года на окраине Санкт-Петербурга появился необычный памятник танку. Как правило, в нашей стране на пьедесталы устанавливают боевые машины, воевавшие в годы Великой Отечественной, а здесь современный, состоящий на вооружении танк Т-80. Появившись почти 30 лет назад, он стал родоначальником целого направления в танкостроении и до сих пор остается грозным боевым оружием. Т-80 это воплощение самых передовых разработок отечественной конструкторской мысли и один из символов нашей истории. А значит, место на пьедестале Т-80 занимает по праву. Субтитры создавал DimaTorzok